Лев Николаевич Толстой сказал «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». И действительно, самое большое богатство в жизни каждого человека – это его семья. Недаром на Руси сложено так много пословиц и поговорок о семье. Когда семья вместе, и сердце на месте. Не нужен и клад, когда в семье лад. Или, где любовь и совет, там и горя нет. 8 июля в России празднуется чудесный семейный праздник – День любви, семьи и верности. Какое красивое название праздника! Семья – самое главное в жизни каждого из нас – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. С вами главный библиотекарь библиотеки 187 Лариса Евгеньевна Короткевич с программой «Все начинается с семьи», посвященной Дню памяти святых Петра и Февронии, небесных покровителей брака. В старинном городе Муроме Владимирской области покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чью память чтут 8 июля. В этот день было принято посещать храмы, где молодые люди в своих молитвах просили о любви, а люди постарше – о семейном согласии. День Петра и Февронии считался счастливым для заключения брака. В жизни этих святых воплощаются черты, которые все религии мира всегда связывали с идеалом супружества, а именно – благочестие, взаимная любовь, верность, совершение дел милосердия. История жизни святых Муромской земли Петра и Февронии много веков существовала в преданиях Муромской земли, где они жили. Со временем подлинные события приобрели сказочные черты, слившись в народной памяти с легендами и притчами этого края. Повесть о Петре и Февронии Муромских была любимым чтением русских людей от царей до простолюдинов, а ныне это произведение называют «жемчужиной» древнерусской литературы. Давным-давно, в XIII веке, в славном городе Муроме жили два брата – князья Павел и Петр. Случилась у Павла беда. Стал прилетать к его жене змей. Пожаловалась она своему мужу. Да как избавиться от змея? Павел велел жене выведать у змея тайну его смерти. И рассказал змей, что одолеть его может только Петр. И, конечно, Петр вступился за честь жены своего брата. В схватке со змеем он одержал победу. Но змей, погибая, забрызгал Петра своей ядовитой кровью, и Петр тяжело заболел. Все тело его покрывали язвой и струбья. Никакие лекари не могли помочь ему и исцелить от тяжкой болезни. И тогда Петр отправился в Рязанскую землю, которая славилась искусными целителями и врачевателями. Феврония, простая девушка, дочь древолазца, сборщика дикого меда, взялась исцелить князя, но с одним условием – он должен взять ее в жены. Петр принял такое условие и получил от Февронии целебную мазь, которая должен был помазать все язвы на своем теле. Князь так и сделал. Болезнь оставила его, но обещания своего он не сдержал, так как его смущало низкое происхождение Февронии. Он уехал в Муром один. Вскоре болезнь вернулась. Князь понял, что это Божие наказание за его нарушенное обещание. И тогда он сказал родственникам, «Для Бога нет ни богатого, ни бедного, ни князя, ни слуги, ни смерда, ни боярина. Везите меня к Февронии». Приняв, как и в первый раз, оздоровляющую баню и смазав все язвы на теле целебной мазью, Петр сразу пошел на поправку. Он вышел из бани уже своими ногами, а к нему навстречу шла статная, красивая, с длинной косой и ласковыми любящими глазами девушка. Взял Петр Февронию за белые руки и уже не хотел их выпускать, и все любовался на свою суженую. Они обвенчались, и на свадьбе гуляло все княжество муромское. Однако знатные муромские бояре не пожелали видеть своей княгине мужицкую дочь. Их оскорбило то, что не по роду своему стала она княгиней. Стали они роптать и возмущаться, что Петр во всем доверяет жене. Они открыто заявили потрясенному князю свои претензии, а Февронии сказали следующее – возьми себе любое богатство, сколько захочешь, и уходи от нас. Мудрая Феврония забрала самое свое большое богатство – супруга. Петр предпочел отказаться от власти, нежели от любви. Они уплыли вместе по реке Оке на ладье, а в Муроме начались кровавые распри в борьбе за княжеский престол, и многие из бояр были убиты. Опомнились бояре, поняли, какую они ошибку совершили, и пошли с поклоном к законному своему властителю Петру и его супруге. Князь Петр и княгиня Феврония вернулись в Муром, жили и правили. Время правления супругов было самым счастливым и благоденственным для Муромского княжества. А когда они постарели, они пострились в монахе. Петр принял имя Давида, Феврония, Ефросинии. В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала лики святых для соборного храма Пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать, что пришло время его кончины. Она же ответила, подожди, господин, пока дошью. Он во второй раз послал сказать ей те же слова. Она же в это время заканчивала вышивание. Только у одного святого мантию еще не докончила, лицо уже вышило, и остановилась, и воткнула иглу свою, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала, и послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые свои души в руки Божьи. Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине. Умерли в один день и час, 25 июня по старому стилю, или 8 июля по новому, 1228 года, каждый в своей келье, но были похоронены в разных гробах, так как люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу супругов монахов и посмели нарушить волю усопших. Но наутро тела чудом оказались в одном гробу, так, как они и завещали. Еще раз их тела разнесли по разным храмам, и опять они чудесным образом наутро оказались рядом. Тогда все поняли, что это воля Божья, и больше уже никто не посмел разлучать Петра и Февронию. Погребены они были в Муроме, у церкви Рождества при Святой Богородице. В 1552 году Петр и Феврония были канонизированы церковью, их причислили к лику святых, а день 8 июля стали считать днем их памяти. Сейчас их чудотворные мощи хранятся в храме Святой Троицы, Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома. Это одни из самых почитаемых святых не только в самом Муроме, но и во всей России. С семьи начинается жизнь человека. Семья – источник любви, уважения, а благополучие семьи – показатель благополучия и процветания страны. С символом Дня Семьи Любви и Верности стал летний радостный цветок русских полей и лугов – ромашка. И у этого замечательного семейного праздника есть девиз – любить и беречь. Любите и цените счастье. Оно рождается в семье. Что может быть ее дороже на этой сказочной земле? С праздником!